Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 августа. Если через какие-то сорта я перепрыгиваю, не показываю дегустацию, я говорила, что если в прошлом году я описывала, нынче уже я не описываю, из-за нехватки времени пропускаю какие-то сорта, некоторые. Но любимый праздник я решила показать вам обязательно, потому что на протяжении последних лет этот сорт стал, можно сказать, самым популярным из сибирских сортов. Настенька и Демидов, да, они тоже популярны, но любимый праздник обошел их в последние годы из-за того, что он дает плоды огромного размера, можно получить даже килограммовые, то, что он невысокий и то, что он вызревает у нас в сибирском регионе в открытом грунте. Вот все эти плюсы, все эти преимущества позволили ему все наши сибирские сорта, можно так сказать, обскакать в последние годы. И он самый популярный почти в каждом заказе. Любимый праздник, любимый праздник. В прошлом году даже не хватило всем семян любимого праздника. И я вот двум или трём людям, которые очень сильно хотели иметь любимый праздник, даже покупала в магазине, когда у меня своих семян не было, и просто вот так в пакетике высылала. Вот смотрите, у нас стоит 29 рублей. Снежинка помечена, это значит сибирская селекция, это значит, что семена, ой, эти томаты могут вызревать в открытом грунте. Но почему-то многие пишут, что за пределами сибирского региона этот сорт трудно найти в продаже, поэтому у нас он, я и говорю, что очень популярный. Сейчас я расскажу о нём. Вот покажу семена, но 29-30 рублей вот такой пакетик семян. Вот на мой опытный взгляд, видите, тут вот эти черныши вложены. Не все семена надлежащего качества, вот эти такие чёрные я бы не стала ложить, но у нас, если честно, таких чёрных почему-то и нет. Вот откуда берутся чёрные семена, я не знаю. Так, ну мы будем сейчас не о качестве семян, а о характеристике сорта. Я сейчас быстро пробегусь и потом от себя добавлю. Новый среднеспелый детерминатный сорт сибирской селекции с особо крупными плодами, растение мощное, высотой 80 сантиметров. И вот эта небольшая высота, это одно из самых главных преимуществ, потому что мы получаем такие же томаты крупноплодные, как у индетерминатных, но куст формируется быстро, и томаты крупные зреют раньше. Вот сейчас у меня... Так, что у нас конец августа, и я вам самые первые показывала ещё, по-моему, в июле. Они поспели очень рано, а вот это последние плоды. Вот это плоды с чудо-теплицы. Я сегодня делала обзор чудо-теплицы и показывала, что там вот этот любимый праздник. Так, ой, сейчас, дождите, дальше прочитаю. Что говорит производитель? Плоды почковидной формы, густо-розового цвета, огромного размера, массой 900 и 1300 грамм. Ну, конечно, тут указаны плоды, которые самого большого размера, но когда у вас вторая, третья и четвёртая кисть, уже 900 грамм и 1300, конечно, их не будет. И для того, чтобы получить, сразу скажу, вот такого размера плоды, нужно делать нормирование плодов в кисти. Если вы оставите, вот, например, 6-7 цветков расцвели, завязались маленькие завязи, если вы оставите все 7 плодов, конечно, они не будут по 900 и по килограмму. Не может быть в одной кисти 7 килограмм томатов. Поэтому вот я не нормирую, у меня разные. И ещё про почковидную форму. Вот смотрите, некоторые вырастают, у них любимый праздник не такой формы, и они сомневаются. Вот у меня на одном кустике, я сегодня обрывала, давайте сравним. Вот этот томат, вот именно форма почти такая, как на рисунке. То есть он с таким, как бы с тупым кончиком, и нет такой ярко выраженной сердечной формы. То есть он не чисто сердцевидный, а вот именно, как там написано, какая-то почковидная форма. То есть он в бёдрах широкий, здесь вот так конус у него тупой, сдавленный, и он вот такой. Но на этом же кустике может расти и вот такая, может появиться вот такая форма плода. Видите, этот более выраженной сердцевидной формы. И такая тоже форма у любимого праздника может быть. Поэтому некоторые люди, когда видят вот такую форму, им кажется, что они купили в магазине, или где-то там, может кто-то подарил семена, что это не тот самый сорт. Нет, это тот самый сорт. И ещё у недозревших, у неполностью прозревших плодов, смотрите, вот здесь есть зелёное, ну как обычно, у плодоножки, тут зелёное пятно, потом оно исчезает, вот более спелый. Видите, пятна никакого нет. И вот этот тоже, он хоть и маленький, но видите, повторяет форму вот этой вот, той, которая на картинке. Вот это и есть любимый праздник. Но ещё раз повторю, он может быть и с более остреньким, с этим. Не обязательно должен быть вот такой плод, прям как на картинке. Вот этот маленький удался, прям вот точно как на картинке. Так, сейчас прочитаем дальше мы про него. Прекрасно подходит для потребления в свежем виде, зимних заготовок, характеризуется стабильно высоким урожаем, вне зависимости от погодных условий. Это ещё один огромный плюс этого сорта, то, что он выведен для сибирского региона, специально выводили там селекционеры, томаты, которые будут и крупноплодные, и мясистые, и сахаристые, но будут плодоносить в любую погоду. Ну, там дальше про посев. Всё, при высадке в грунт на 1 квадратный метр 3 растения, выращивают 2-3 стебля с подвязкой. У нас вот такие крупные, оставляем всего 5 кистей, и 15 августа, то есть этот срок уже прошёл, делаем прищипку лишних, которые вот, например, цветут, завязались маленькие, и они уже не успевают сформироваться и вызреть. Ещё что хочу сказать про этот сорт. Конечно, это бифтомат. Вот при разрезе мы видим, видите, одно сплошное вот это вот, мякоть, мясо. Вот нижняя часть томата, вообще семян нет, одна мякоть. Конечно, он сладкий и на изломе, он мясистый, сахаристый. Сейчас я камеру держу в руках, сейчас камеру выключу, разломлю, ещё покажу разлом, и всё. Больше время терять не буду. Единственное, могу сказать, прекрасный сорт, вкусный. Один из самых лучших, из вот последних достижений сибирских селекционеров, вот любимый праздник, пудовик и ботяня. Три сорта, которые занимают вот топ-3, вот это лидерство сибирских томатов, которые совмещают в себе и крупноплодность, и они не поздние, и вкусные, и сахаристые. Сейчас посмотрим на разломе. Вот я разломила любимый праздник, видите, какая прям сахаристая на разломе, такая зернистая мякоть арбузная. И вот многих интересует, что важно, вот здесь вот это вот зелёное пятнышко, оно крошечное, крошечное становится при воззревании, нет никакого ни стержня, ни шарика внутри жёлтого. И если говорить о крупноплодности, да, любимый праздник в последнее время стал самым популярным, потому что он очень крупный, вот этот вот 500 с чем-то грамм, я взвешивала, не помню. Но этот сорт уже начали догонять новые сорта. Вот второй год выращиваю супербомбу, она под номером 279, тоже очень крупная сейчас идёт, смотрите, вот 534 грамма. И они, вот они супербомбы все у меня, они огромные, их много, куст весь увешан, и в прошлом году был показатель такой же и нынче, то есть, как у слова такое, как я говорю всегда, рясные такие кусты, они заваливаются, обламываются. Переплёнул даже супербомбу, пуп земли, сейчас взвешивала его, он под номером 558, вот этот плод, 850 граммов, вот по 750 граммов пуп земли, огромный, розовый. И это, конечно, на нижних кистях такие, там чуть выше, немного чуть больше. Так что, лидерство любимого праздника у нас, конечно, оно не навсегда, под вопросом, может быть, на будущий год какой-то другой новый сорт появится на рынке, и все люди будут стараться его выращивать. Но пока вот любимый праздник самый популярный, он розово-плодный, вкусный, сладкий, но тут же следом идёт крупноплодная 279 супербомба, и вот этот 558 пуп земли, этот я сняла, он немножко не дозрел, а я следующий буду, подожду, когда прозреют до конца, и, возможно, он даже побьёт рекорд вот этого любимого праздника, то есть, будет и крупнее, и вкуснее. Всё меняется каждый год, и когда у меня спрашивают, какой у вас самый любимый сорт, я всем говорю, что у меня 3 года назад был один сорт, потом через год второй сорт, нынче я влюбилась и в фиону зелёную, всю её поедаю, когда семена выбираю, мне Катя говорит, опять всю фиону съели. И вот меняется же всё у нас, и в мире ситуация меняется, и вкусы наши меняются. Вот в этом году у меня совсем другие, Джала Санта влюбилась в него, вот это святое желе, сладкий, такой вкусный. Потом этот Гарвард Сквер зеленоплодный поразил меня тоже вкусом. Но это я, конечно, буду делиться о тех томатах, которые мне понравились в этом году больше всего, буду делиться в конце сезона, а пока что вот самый популярный сибирский сорт, любимый праздник. С кем и сильно не буду съезжать, потому что говорить могу вечно о томатах, если я начну о всех подряд рассказывать, меня не переслушайте. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok